Увы, с приходом в мэрию господин Мавлиева мы слышим про город Уфу только тревожные или смешные новости. Иные новости, пожалуй, что и не может генерировать вот эта новая мэрия, состоящая в основном из КВНщиков, спортсменов, торговцев автомобилями или торговцами пирожками. Вот, к сожалению, другого у них и в принципе быть не может. В ответ на грядущее закрытие мусорного полигона в Черкасах мэрия Уфы заявила, что, цитирую, существует возможность временного складирования твердобытовых отходов в Черкасах. Простите, это как? Временно сложим несколько миллионов тонн твердобытовых отходов, а потом? Что будет потом? За четыре года так называемой мусорной реформы в Республике Башкортостан не сделано почти ничего. Единственное, что сделано, это налажена очень эффективная система сбора денег за вывоз твердобытовых отходов. Вот это у них получилось на ура. Собирать деньги и регулярно повышать стоимость. Не построен ни один мусорозжигательный завод, не построен ни один новый полигон. Черкасы должны были закрыться уже несколько лет назад. оттягивали, как-то уговаривали, уламывали и так далее. Сейчас там уже образуются полости, которые выходят за границы самого полигона. То есть под землей начинают вырывать и зарывать вот туда вот это вот все. То есть Черкасы постепенно превращаются в некую бомбу замедленного действия. И эту свалку рекультивировать. Ну, я не знаю, что для того нужно, чтобы ее рекультивировать. То есть это одна из самых больших свалок в Российской Федерации. Причем ее размеры пока даже неизвестны до конца. Потому что там столько нахитрили, намудрили в последние годы, что ой-ой-ой. И вот теперь мы нам заявили о временном складировании. Ну, это, конечно, очевидно. Заявление о временном складировании мусора – это заявление временной мэрии. Это заявление в стиле «после нас хоть потоп». Вот когда мы сбежим, вы потом будете это все решать. Пожалуй, что нам следует сейчас самым решительным образом требовать от властей УФИ объяснение, каким образом они будут решать мусорную проблему.